Энергия ядерного синтеза. И конкуренция между администрацией Джо Байдона и каждой из России, Китая и Северной Кореи. Интеграция в простейшей форме. Звездочка мы знаем, что Солнце и другие звезды получают свою энергию от взаимодействия, известного как ядерный синтез. Если эту реакцию удастся воспроизвести на Земле, это может привести к почти безграничному запасу энергии. Эта энергия характеризуется тем, что она чистая, безопасная и дешевая, чтобы удовлетворить глобальный спрос на энергию. Звездочка смесь Дейтерия и Трития, два изотопа водорода, в будущем будет использоваться в качестве топлива для термоядерных электростанций. Внутри ядерного реактора ядра Дейтерия и Трития сталкиваются и сливаются, в результате чего происходит выделение энергии в результате этого процесса из атомов гелия и нейтронов. Но, почему так сложно осуществить ядерный синтез? Звездочка 500 лет назад в цивилизации Ацтеков, которая сегодня процветает в Мексике, господствовала по вере, гласящее, что горючим, питающим Солнце, и все силы, исходящие от него, является кровь человеческих жертвоприношений. Сегодня мы знаем, что этим топливом является ядерный синтез, то есть процесс, при котором два легких атомных ядра сливаются в одно более тяжелое атомное ядро, и этот процесс сопровождается выделением огромного количества энергии. Звездочка реакции синтеза происходит, когда материалы находятся в состоянии, называемом состоянием плазмы. Плазма – это состояние, в котором вещество принимает форму горячего заряженного газа, состоящего из положительных ионов и свободных электронов, и характеризуется уникальными характеристиками, отличными от твердого, жидкого и газообразного состояний. Звездочка для того, чтобы в сердце Солнца, которое сияет на нашей планете, произошел синтез, необходимо, чтобы ядра столкнулись друг с другом при очень высоких температурах, превышающих 10 миллионов градусов Цельсия, чтобы дать им возможность преодолеть электрическое отталкивание между их. Звездочка, если ядра преодолеют это отталкивание, и расстояния между ними станут чрезвычайно близкими, ядерное притяжение между ними достигнет уровня, превышающего электрическое отталкивание, что позволит им слиться воедино. Чтобы это произошло, ядра должны находиться в небольшом пространстве, чтобы увеличить вероятность столкновения. Необходимые условия для процесса синтеза достигаются в ядре Солнца благодаря чрезвычайно высокому уровню давления, возникающему в результате огромной гравитации Солнца. Звездочка ядерный синтез приводит к производству огромного количества энергии, в 4 раза больше энергии, чем в результате ядерных реакций деления. Термоядерные взаимодействия могут стать основой для термоядерных энергетических реакторов в будущем. Звездочка согласна существующим планам, первое поколение термоядерных реакторов будет использовать топливо, состоящее из смеси Дейтерия и Трития, которые представляют собой два типа тяжелого водорода. В теории, заметим, что при использовании всего нескольких граммов этих двух реагентов, Дейтерия и Трития, можно получить количество энергии, равное одному тераджолу, т.е. количество энергии, достаточное для удовлетворения потребностей одного человека, проживающего в развитых странах. На протяжении более 60 лет. 1. Мы обнаружили, что на Земле для плавления Дейтерии и Трития необходимой температуры, превышающие 100 миллионов градусов по Цельсию и экстремальное давление. 2. Нам также необходимо обеспечить огромную энергию, чтобы продолжать и поддерживать плазму, чтобы поддерживать реакцию синтеза, продолжающуюся достаточно долго, чтобы нагреть плазму. 3. Текущая ситуация 1. Нынешние термоядерные реакторы, энергия в них достигает уровня, который может достигать степени, очень близкой к требуемой, но недостаточной. 2. Что требуется, так это достичь эффективной доступности энергии в термоядерных реакторах, а для этого необходимо улучшить локализацию и стабильность плазмы. 3. Ученые и инженеры по всему миру продолжают тестировать новые материалы и разрабатывать новые технологии, чтобы воплотить в жизнь термоядерную энергию. Глобальное коллективное исследование 1. Исследования по ядерному синтезу и физики плазмы продолжаются более чем в 35 странах. 2. Некоторые реакции синтеза были успешно осуществлены в нескольких экспериментах. 3. Однако, сколько времени потребуется, чтобы воспроизвести этот процесс, посредством которого звезды приобретают ресурсы, посредством партнерства и сотрудничества между странами в глобальном масштабе, будет зависеть. 3. Сотрудничество между странами в области термоядерного синтеза 1. С тех пор, как наука достигла понимания ядерного синтеза, в 30-х годах прошлого века ученые были вовлечены в попытки воспроизвести его и использовать получаемую в результате энергию. 4. Поначалу эти попытки предпринимались в условиях полной секретности. 5. Ввиду его дороговизны было принято решение о сотрудничестве стран друг с другом. 2. Во время Второй международной конференции Организации объединенных наций по мирному использованию атомной энергии, которая состоялась в 1958 году в Женеве, Швейцария, ученые представили миру продолжающееся исследование в области ядерного синтеза. 3. Затем агентство ЛАУ 3. Затем агентство ЛАУ